всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня я хочу познакомить вас с моим ванильным процессом или вот этой вот кофточки которую я вижу из пряжи газал цвета ванили хочу показать вам как у меня продвигается работа вяжу я из пряжи в две нити это достаточно нежная и тоненькая такая пряжа поэтому я вяжу в две нити и вяжу я на спицах номер четыре с половиной вяжу я регланом эту кофточку по мастер-классу светланы коломец единственная изменила ворот то есть у меня не высокий воротник как у нее в мастер-классе а я сделала вот такой обычный вырез я взяла за основу точно такое же количество петель как у светланы 96 петель и уже по этому мастер-классу я вязала для себя джемпер но получилось у меня таким образом когда я стала вязать эту ванильную кофточку все как положено все точно по мастер-классу сделала росток все пошла дальше вязать в каждом лицевом ряду перед и после регланной линии я делала всегда прибавки для расширения и у светланы мастер-классе значит нужно довязать до 56 петель и потом когда на рукаве 56 петель тело отделяется и уже вяжется отдельно тело потом вяжется отдельно рукава когда я провязала по мастер-классу точно также как нужно было чтобы было 56 петель на рукаве я поняла что этого мне недостаточно я все время прикладывала вот этот реглан который я сейчас вяжу к тому джемперу который у меня уже связан по этому мастер-классу и примеряла и вот что у меня получилось то есть когда я связала где было 56 петель я приложила этот реглан но вот этот вот который я сейчас вяжу уже к тому который у меня связан все было нормально я мерила примеряла все хорошо но когда я довязала 56 петель у меня было вот в этом месте вот посмотрите вот в этом месте 56 петель то есть вот в этом месте мне нужно было отделить рукав и уже продолжать вязать туловище продолжать вязать рукав но когда я посмотрела смотрите здесь не хватает еще до того места где я уже вязала джемпер минимум пять сантиметров я поняла что это будет очень узко ну то есть маленькая короткая линия реглана у меня получилось потому что пряжа это все-таки тоньше и хотя я вяжу на одинаковом размере спиц здесь я вязала на спицах номер четыре с половиной и здесь я вижу на спицах номер четыре с половиной но получили совсем другие размеры и я поняла что это линия реглана она слишком короткая то есть джемпер вот этот может получиться слишком узким да может подмышками тянуть и также будет здесь узким вот именно вот где туловище вот на линии груди и так как моя сестра она носит размер немножечко больше чем с я поняла что мне нужно удлинить эту регланную линию и я сделала еще одну прибавку в лицевом ряду то есть у меня уже на рукаве получилось пятьдесят восемь петель и затем после этого я сделаю еще две прибавки но не в каждом лицевом ряду а через ряд чтобы у меня слишком сильно модель не расширилась потому что мне вот достаточно здесь уже видите вот где рукав то есть мне не надо шире вот и но мне нужна длиннее регланная линия поэтому я сделала через ряд здесь еще два раза прибавки и вот когда я довязала уже вот до этого места я примеряла здесь буквально разница в один сантиметр но это не страшно потому что вот этот именно джемпер он нам не достаточно свободен он немножко нам не как ну как оверсайз смотрится да поэтому как раз здесь один сантиметр у меня вот до конца регланной линии это вполне нормально я примерила рукав по ширине нормальный регланная линия уже по высоте достаточная и уже затем я отделила изделие вот рукава я надела на спицы я кстати не посчитала я потом посчитаю подпишу сколько вот у меня теперь петель получилось на рукаве я напишу и сколько напишу тоже у меня петель на туловище я отделила рукава и сделала подрезы на подрезах с одной и с другой стороны я добавила здесь 10 петель вот с одной стороны все как по мастер-классу светланы и вот с другой стороны так здесь спицы чтоб не соскочили петельки и с другой стороны видите я тоже добавила вот подрез 10 петель теперь я продолжаю вязать дальше и я уже вот посмотрите моя длина сейчас на данный момент вот такая вот вот такая длина то есть я уже там где у меня были подрезы от линии подрезов у меня провязана уже в пределах ну где-то наверное около 15 сантиметров теперь я уже больше пока туловище вязать не буду я кстати не сказала вот пока я дошла до этой линии вот я сейчас это все связала и у меня получилось я израсходовала 4 мотка и вот это то что я сейчас вижу это уже 5 и 6 мотки вот я только начала вязать я сейчас пока туловище вязать дальше не буду у меня 10 мотков наличие я хочу полностью израсходовать пряжу но если получится поэтому я сейчас первую очередь начну вязать рукава свяжу один рукав полностью свяжу второй рукав и уже потом всю оставшуюся пряжу которая у меня останется я тогда уже буду из той пряжи которая останется не знаю сколько это получится еще два мотка или чуть больше я уже полностью свяжу низ изделия внизу у меня резинки не будет у меня низ изделия будет оформлен точно так же вот этим узором и также у меня будет на рукаве и резинки не будет а будет тоже внизу рукава вот такой узор пока изделие я не парила не увлажняла ничего если кто-то вязал из вас из этой пряжи пожалуйста напишите мне сильно ли вытягивается это пряжа или не очень но так как это простой такой джемпер то даже если немножко вытянется рукава допустим немножко там в пределах 3-4 сантиметров или длина то это будет не критично вот это мой такой процесс именно вот ванильный которые как я уже говорила я вижу для своей сестренки следующий процесс это у меня носки для сына кто подписан на мой инстаграм вы видели в моих новостях моих новых фотографиях что я связала носки для своей дочери сына очень понравилось он попросил тоже чтобы я ему связала носки и я вижу их добавляя одну нить вот такую тоненькую хлопковую а основная ниточка это носочная пряжа от фирмы drops вяжу в одну нить и вместе вяжу на спицах номер три вот один носок у меня готов и скоро приступлю я ко второму вяжу я на пяти спицах мне так удобно пятку делаю обычную как вы видите это пятка не бумеранг это обычная пятка здесь потом вывязываю клин и с четырех спиц просто вот так вот закрываю носок в каждом в каждом ряду в каждом ряду делаю закрытие и вот такой носочек получается ну сынок примерял ему очень понравилось точно по ножке сидит поэтому все замечательно у меня есть записи я начинаю вязание с 44 петель и потом точно также свяжу конечно же и 2 носок и вам естественно покажу и следующий процесс который у меня в работе это вот такая летняя очень нежная и легкая блузка по мастер-классу звездная ночь вы знаете что на моем канале есть мастер-класс в трех частях очень многие вязали вместе эту блузку я уже ее связала для себя а теперь я вижу подарок для мамы и вот как я продвинулась в прошлый раз я показывала только вот эту нижнюю ленту а сейчас видите вот у меня здесь пять мотивов получается и сейчас я уже в высоту еще связала 4 мотива вот здесь место как раз для 5 очень красиво получается то что я вот сейчас связала я отпарила утюгом с изнаночной стороны немножко узор разровнялся но я пока не стирала мне очень нравится этот мотив получается здесь два узора видите вот это основной мотив и в середине вот этот узор да то есть вот это звездочка поэтому маргарита герасимова которая подарила мне эту кофточку прошлым летом на встрече вязала чик она сказала что блузка это называется этот блузу он звездная ночь да и все равно когда происходит соединение мотивов посмотрите здесь еще в середине получается еще один вот такой вот узор у меня в наличии 200 грамм это вот такая пряжа вы сейчас увидите фотографии поближе эту пряжу мне подарила виктория абель подарила 2 матка 200 грамм я думаю что этого вполне хватит даже если не хватит самое главное чтобы мне хватило на мотивы а уже отделку обвязку кайму я могу подобрать по цвету какую-то похожую пряжу ну буду смотреть пока в принципе расход нормальный вязать из этой пряжи из этой ниточки очень приятно не довольно тонкая вяжу я крючком номер один но мне очень очень нравится получается очень нежно очень достаточно вот нежная такое летнее легкое изделие кому интересен этот мотив кому интересен мастер-класс кто хочет тоже связать такими мотивами летнюю нежную блузку пожалуйста проходите по ссылке я оставлю ссылку под видео смотрите мастер-класс и вяжите вместе со мной ну вот такие мои новости вот такие мои процессы на данный момент я конечно же хочу самое главное закончить вот этот ванильный процесс который я показывала в самом начале видео для моей сестренки я думаю что через пару дней я его закончу также очень многие из вас спрашивали как продвигается у меня процесс по серому свитеру который я вижу для своей дочери он уже готов этот свитер я его постирала он сохнет и я думаю что в ближайшие дни ну вот на следующей неделе я постараюсь сделать экспресс мастер-класс по этому изделию там ничего совершенно сложного нет я набирала 80 петель на спицы номер четыре с половиной вязала английской резинкой удлиненный свитер у меня прямая пройма и рукав увязывался из кромочных боковых петель хочу сказать кто вяжет из такой ли кто может быть уже начал вязать из такой же точно пряжи как у меня то есть я вижу из пряжи ализе лана год классик и смешала еще одну ниточку ализе пуфи файн пряжа вытягивается если вы также хотите из такой же точно пряжи вязать свяжите образец постирайте или отпарьте его чтобы знать насколько вытягивается изделие так как я вязала так как я вязала для своей дочери удлиненный свитер после стирки он вытянулся где-то на 7 на 8 сантиметров но это не критично так как я уже говорила что свитер такой удлиненный можно даже назвать мини платье но если вы вяжете укороченный вариант то тогда просто учитывайте это имейте ввиду или если вы вяжете из другой пряжи естественно вяжите образец и потом уже смотрите как ведет после стирки себя ваш образец вытягивается или нет а также я начала еще один новый процесс из пряжи вита об этом процессе вы узнаете из моего последующего видео на этом я свое видео хочу закончить желаю вам отличного дня прекрасного настроения вдохновения легких петелек и до новых встреч